А вот работница Владикавказского вагоноремонтного завода Таисия Дашкова заняла второе место в номинации «Наставничество на производстве». Такой чести она удостоилась на Всероссийском форуме «Наставник». Мероприятие собрало несколько тысяч человек со всей страны. На одной площадке встретились лучшие практики наставничества в различных отраслях – корпоративной, социальной, образовательной и других. Наша землячка стала одной из лучших. О непростых буднях Таисии Дашковой расскажет мой коллега Сармат Мисиков. Таисия Дашкова родилась в Ставрополье. После окончания школы приехала в Осетию, собиралась поступать в медакадемию, но не хватило одного балла. Он и определил ее судьбу. Начинала свой путь Таисия Ивановна здесь, в колесном цеху. Работала вот за этой установкой, которая определяет дефекты в колесных парах почти 8 лет. Сейчас она выглядит иначе. Раньше работать за ней было намного тяжелее. На заводе Таисия Ивановна трудится уже 50 лет. Работала инженером-технологом, мастером, заместителем начальника, а потом и заместителем директора по качеству. Сейчас она ведущий инженер по рекламационной работе. Как отмечают коллеги, ее роль сложно переоценить. Со всеми вопросами справляется успешно. В моей жизни много было достойных наставников. Те, которые глубоко любят и знают свое дело. И вот эту душу, чистую душу, рабочую душу и закалку, я считаю, что я получила от них. Сама Таисия Ивановна с улыбкой подметила. Мой пояс жизни тесно связан с этим заводом. Здесь она подготовила уже более 100 специалистов. Слесарей по ремонту колесных пар, специалистов технического контроля и системы менеджмента качества. Я и не считаю это какой-то особой загрузкой. Я просто считаю, что если я знаю, почему я не могу с человеком поделиться просто-напросто знаниями. Я знаю, что он меня быстрее поймет, чем это написано в огромной инструкции. И будет с удовольствием работать. Так оно в жизни и получалось. Таких наставников, как Таисия Ивановна, поддерживает и Министерство промышленности и транспорта Республики. По словам министра Хайдарбека Бутова, рассказывать о рабочих профессиях сейчас крайне важно. Очень важное событие возрождения этой традиции для того, чтобы наша молодежь училась. Это наставничество, это целая система. Это такой вот некий мир, возрождение и кузница кадров, как это было в советские времена. Поэтому я очень рад, что это стало снова на рельсы. Сейчас Мемпром налаживает связь между предприятиями и студентами. Теперь молодые люди смогут практиковаться на заводах. Наставничество здесь сыграет ключевую роль. Преемственность поколений в промышленности получит новый виток. Сармат Мисикова, Алан Суанов, Новости Осетии.